Сотрудничество округа со Сбербанком касается и образовательной сферы. Сегодня, в День финансиста, руководители профильного департамента Сбербанка, а также Банка открытия и Московского индустриального банка встречаются со студентами-школьниками и рассказывают о функционировании финансовой системы. Аналогичные мероприятия регулярно проводятся и в сельских поселениях округа. В Ненецком аграрно-экономическом техникуме студентам рассказывали о планировании семейного бюджета и еще раз напомнили о правилах безопасности при использовании банковских карт. Дни финансовой грамотности в учебных заведениях – одно из традиционных и наиболее важных мероприятий Дня финансиста. Программа проходит с 2011 года во всех регионах страны, и Ненецкий округ не исключение. Одними из первых постигать финансовую грамоту сегодня начали в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. Секретами успешного планирования семейного бюджета со студентами поделилась руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. На плечах главного финансиста округа лежит бюджет всего региона, а значит всех нас. Или взять, к примеру, бюджет Ненецкого автономного округа, от планирования которого зависит развитие экономики региона и состояние каждого жителя. Его составление – это тоже кропотливая командная работа. На первый взгляд, семейный бюджет гораздо проще государственного, но принципы его устройства практически такие же, отметила вице-губернатор и призвала ребят к бережливости и финансовой грамотности. Ведь кому как не им знать, как разумно тратить деньги. Сегодня в Ненецком аграрно-экономическом техникуме по специальности экономика и бухгалтерский учет по отраслям обучаются порядка ста человек. Как правило, они устраиваются либо финансистами, либо экономистами, либо бухгалтерами. У нас очень хорошая практика показывает наша служба трудоустройства о том, что та группа, которая выпустилась у нас, и первая она была, которая обучалась по углубленной подготовке, они все 100% трудоустроены и именно по своей профессии. И все поступили в САФО. В процессе учебы ребята проходят учебную, производственную и преддипломную практику на предприятиях. Учебное заведение сотрудничает практически со всеми организациями округа, в которых есть финансовые службы.